Добрый день, мои дорогие подписчики! Не в смысле, что вы мне дорого обходитесь, а в том плане, что мне приятно видеть вас, а также не подписчиков, вегетарианцев, веганов и неопределившихся. Сегодня у меня по плану то, что я на своем канале в принципе очень мало готовлю и я решил закрыть этот маленький пробел. Сегодня я приготовлю салат. Так как весна и на данный момент сезон спаржи, то я приготовлю именно салат из спаржи. И так как я еще заметил, что на моем канале очень пользуется популярностью видеоролик приготовления фенхеля, вот эти два продукта я и соединю в своем салате. Могу предположить, что это будет вкусно. Сегодня дебют этого салата. Приступим! Делается, кстати, он очень быстро. Но кое-какую домашнюю работу я уже сделал, а именно апельсин, который нам понадобится, я обдал кипятком, тщательно протер и снял с него цедру. Из очищенного апельсина вырезал все филе и выдавлю сок апельсина, который мне также понадобится в этом рецепте. Этого будет достаточно. А также нам понадобится зеленая спаржа. У меня на канале есть видеоролик о спарже. Ссылку я оставлю. Обязательно посмотрите этот видеоролик, и тогда вам все будет понятно, как приготовить зеленую спаржу. Фенхель. Его я уже помыл. Эти части я срезаю. Я их не выбрасываю, я их откладываю в сторону для дальнейшего приготовления бульона. Но не в этом видео. Вот я, честно говоря, еще сам не определился. Буду я делать этот салат с фенхелем. Не бланширую я его или бланширую. Поэтому, так как верхняя часть у фенхеля волокнистая, я ее сниму экономкой. Чищу, как картошку. Эти части я выбрасываю. Так как у меня дома нету слайсера, чтобы нарезать фенхель очень тонко, я воспользуюсь экономкой. А именно, вот таким вот образом. Чем тоньше, тем лучше. Время от времени. Кочележку срезайте. Ну вот и все. Фенхель нарезан. Фенхель я уже попробовал. Жевать его можно вполне. И поэтому я принимаю решение оставить его так как он есть. Единственное, что я сделаю, я его слегка присолю. И вот так вот, как капусту, обжамкаю. Все, отлично. Сок он пустил. Этого будет достаточно. Так, ну а я перемещаюсь пока к плите. Мне нужно подготовить основу для маринада. В хорошо разогретый сотейник отправляю одну чайную ложку зерен горчицы. Обжариваю их и добавляю пол чайной ложечки сахара, растворенного в воде в маленьком количестве. Так как количество маленькое, то очень плохо видно, как карамелизуется сахар. У меня уже он это произвел, поэтому я заливаю сюда выдавленный апельсиновый сок. Немного выпариваю его, убираю с плиты и добавляю сюда пол чайной ложки, даже чуть-чуть меньше чайной ложечки горчицы. Четвертинку цедры. И возвращаюсь назад на стол подачи. Отправляю маринад к фенхелю. Тщательно перемешиваю. Добавляю филе апельсина. И аккуратненько, аккуратненько, чтобы филе не повредить. Ну и дам немного настояться. Так, ну я дал салату постоять буквально 10 минут. Можно оставить и на более длительное время. Это как вы пожелаете. Он от этого будет только вкуснее. И теперь я добавляю своего домашнего соуса для салатов. Основного, базового. Как он делается, ссылку я оставлю. Посмотрите, вам будет интересно. Все тщательно перемешиваю. И вот теперь я отправляю сюда спаржу. Это я делаю в конце, потому что взаимодействие с кислотой, ваша зеленая спаржа станет бурой вместо зеленой. Чтобы этого не произошло, спаржу добавляем в самом конце. Ну и делаем подачу. Так, я заранее подготовил и помыл листья лолы роса и лолы бионды. Они здесь уместны. Салат, как вы видели, я не солил. Потому что я заранее посолил фенхель. И мой салатный соус, он уже хорошо приправлен. Ну и все это можно присыпать кедровыми орешками, которые я предварительно обжарил. На этом все, мои дорогие. Весенний салат у меня готов. Как я уже говорил, такой салат могут есть как мужчины, так и женщины, вегетарианцы, веганы и другие сословия общества. Вуаля! К этому готовому салату я покажу вам еще один лайфхак, который эту тарелочку покажет более выразительно. А именно, так как у нас уже появилась первая клубника, она в этом салате будет очень уместна. Отправляю ее сюда же, в маринад. Ну и добавляю в салат. Вот сами посмотрите, как салат переобразится. Ну вот теперь это точно все. Ну а себе маленькую скромную тарелочку. Это для жены, как вы уже поняли. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если да, оставляйте ваши комментарии на моем канале. Делитесь этим видео с вашими друзьями. А я желаю вам всего самого доброго. И до новых видео.